Слава нашему Господу! Он достоин всей славы. Ну вы чувствуете, что у нас идут две такие, две недели, рождественские недели. Сегодня весь мир, ну кроме вот нашей страны, еще нескольких стран, они празднуют Рождество. Ну и мы будем начинать праздновать его с сегодняшнего дня вместе со всем миром. Ну и конечно, так как мы живем в России, у нас будет хорошее праздничное служение. Оно будет 7 января, где мы будем праздновать рождение Иисуса Христа. Аминь, друзья! Сегодня мы так уже, ну, начинаем, задаем тон рождественскому настроению, служению. Будем напоминать все эти две недели себе и другим людям о том, что много лет назад Господь Иисус Христос пришел на эту землю. Он родился, как обыкновенный человек, для того, чтобы принести нам спасение и жизнь вечную. Слава Богу! Вот вообще, вы знаете, Рождество – это такое время, время подарков. Вы знаете, мы жили в советское время, ну, кто жил в советское время? Вы помните, что Рождество из-за атеистической вот такой пропаганды, оно было вычеркнуто. И подарки, ну, так сделали, что подарки начали дарить только на Новый год. И до сих пор сейчас это тоже сохранилось. Дед Мороз там дарит, приносит подарки. Но на самом деле история этих подарков, она была взята от Рождества. Люди друг другу дарили подарки именно на Рождество. Вот вы знаете, почему, почему на Рождество люди дарят подарки? Потому что Бог подарил людям Иисуса Христа. И рождение Иисуса Христа – это подарок. Подарок, который Бог дарит сегодня этому миру. Я хочу прочитать всего лишь один стих из Евангелия от Матфея. Вы знаете, первая глава, 23 стих. Иосиф, муж Марии. Он услышал такие замечательные слова, которые сказал ему ангел. Явился и сказал Иосиф, сын Давидов, «Не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». Девица забеременела. И для Иосифа это было что-то непонятное, что-то странное. И ангел говорил, не бойся. «Ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого». И далее родит сына, так сказал ангел. «И наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их». И 23 стих. «Сидево в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Еммануил, что значит «С нами Бог». Просто подумайте, какой замечательный, удивительный подарок Бог подарил людям. Подарок, который называется «С нами Бог». Это означает то, что Бог, несмотря на грех человека, несмотря на его падшее состояние, Бог дарит свою милость. Бог желает иметь общение с людьми. Бог желает благословлять человека. Бог желает быть с человеком, помогать ему, хранить его, давать ему здоровье, сил, радость. Все, что есть у Бога самое лучшее, Он желает быть с человеком. И вот этот замечательный подарок в Рождество, мы дарим друг другу подарки, и это как символ того, что Бог тоже подарил человеком подарок своего Сына. С нами Бог. Вы знаете, как бывает сегодня в жизни. Вот когда дарят подарок в такой красивой обертке, в подарочной упаковке, мы рады подаркам, правда, когда нам дарят подарки, мы очень рады. Даже, вы знаете, маленький какой-то подарочек, просто внимание, оно уже приятно, оно радует сердце, оно радует глаз. Бывают и хорошие подарки, такие, какую-то коробку тебе дарят, такой бант красивый, такая обертка праздничная, тебе дарят. И если ты не откроешь этот подарок, ты не увидишь то, что внутри, ты не сможешь насладиться той радостью в полной мере, которая и есть внутри этой коробки. Но как сегодня люди? Да, Рождество, подарок, они как бы принимают это Рождество, они соглашаются, они говорят, да, мы верим, да, но они не раскрывают этот подарок. Они наслаждаются только временно. Вот, вы знаете, подарки, рождественские, новогодние подарки, они актуальны только во время Нового года и Рождества. Потом проходит какое-то время, эти подарки становятся неактуальными уже. Но я хочу сегодня, может быть, в этом зале есть человек, который пришел сюда. Я уверен в том, что вы не случайно здесь. Но я уверен, если вы проанализируете свою жизнь, Бог как-то в вашей жизни к этому дню вас подталкивал нежно, аккуратно. Может быть, да, какие-то были проблемы, трудности, но он стучится в ваше сердце. И знаете, сегодня этот подарок для вас. И что вам нужно? Вам нужно просто развернуть этот подарок и увидеть во всей своей славе, во всей своей красе Господа, Который обещал и обещает быть с нами. Я благодарен Господу. Много лет назад, это 94-й год, уже прошло 23-24 года, 24 года назад так. Я пережил, мне принесли этот подарок, я развернул его. И я благодарен Богу, что по сей день я могу радоваться, я могу переживать мир, проходить какие-то трудности, испытания вместе с Иисусом. Для меня он теперь не просто подарок, это часть моей жизни. Я молю лишь Богу об одном, чтобы мне сохранить эту веру, сохранить эту убежденность, убежденность, следование за Иисусом. Нет ничего прекрасней с Богом, быть с Богом. Нет ничего прекрасней переживать Божью радость, счастье, счастье Рождества. Но, друзья мои, если мы не откроем этот подарок, если мы не пустим Иисуса Христа в свое сердце, если мы не примиримся с Богом через покаяние, мы так и не сможем понять всю сладость, прелесть и счастье Рождества Иисуса Христа. Я желаю всем вам Божьего благословения. Вы знаете, мой пастор, вот, его, к сожалению, нет в живых, но он на каждом служении произносил, практически на каждом служении он произносил одни и те же слова. Он говорил, друзья, вы знаете, жизнь человека, она временна. Придет тот день, когда мы оставим эту землю, придет тот день, когда мы уйдем с этой земли, и смерть, она рано или поздно постучится к нам. И мы уйдем с этой земли, мы не возьмем ничего, ничего. Все наше имущество, одежда, богатство, скопление, все останется здесь. Мы предстанем пред Богом, и мы увидим, каков Он есть. Вот, друзья мои, мы тоже должны понимать радость Рождества. Для чего Христос пришел на эту землю? Для чего Он дал нам этот подарок, возможность открыть и быть с Ним. Не только для того, чтобы мы могли здесь, на земле, переживать Его радость, чудо исцеления, благодать Его. Да, и для этого тоже мы здесь, на земле, можем вкушать, как благ Господь. Но более всего, Бог ведет человека в небо. Он говорит, здесь, здесь, на земле, лев и агнец никогда не будут вместе. Никогда. Это невозможно. Это только в мультиках волк и заяц, друзья. На самом деле, на земле всегда будет процветать зло. Но Бог пришел, чтобы спасти, как здесь написано, своих людей от грехов. Бог пришел спасти человека, и Он приготовил для нас вечную жизнь. Вечная жизнь во Христе Иисусе. Вечная жизнь. И, конечно, это придет в свое время для каждого из нас. Но мы, как люди верующие, должны помнить об этом, уповать на Господа, наслаждаться Богом здесь, переживать Его руку в своей жизни, но и помнить, что однажды мы предстанем пред Ним. Да благословит нас Господь сегодня. Откройте свое сердце сегодня для Иисуса. Прославьте Господа. Мы всегда создаем такую вот атмосферу в церкви, чтобы человек мог спокойно поблагодарить, спеть Господу, прославить Иисуса. Всегда говорю, знаете, мы жили в мире, или живут люди, поют песни, кому только не поют. И берези поют, и снегу поют, и елки поют, и людям поют, и государство прославляет. Но когда речь заходит о Господе, особенно в этот прекрасный рождественский день, некоторые не могут даже язык свой повернуть, чтобы прославить Бога Творца, поблагодарить Господа за это чудо Рождества. Слава Иисусу! Пусть Бог нас сегодня благословит. Давайте мы откроем наше сердце пред Господом. Прославим Иисуса!